Сколько нас, россиян? Пока точно эта цифра неизвестна, ведь перепись населения все никак не пройдет из-за коронавируса. Это мероприятие переносили уже трижды. Какую дату назначили в этот раз, узнать из новостей короткой строкой. Всероссийскую перепись населения перенесли на октябрь 2021 года. Такое решение власти страны приняли из-за угрозы распространения COVID-19. Перепись населения переносится уже третий раз. Изначально ее планировали провести в октябре прошлого года, затем в апреле 2021, потом в августе-сентябре. Теперь из-за пандемии ее утвердили на октябрь текущего года. Правительство поддержало новый штраф за выброс мусора из машин. Нарушение предлагается фиксировать с помощью фотокамер. За выброс мусора в неположенном месте водитель легкового автомобиля может заплатить до 10 тысяч рублей, а грузового – до 100 тысяч рублей. В цифровой зависимости признались четверо из десяти россиян, говорят исследователи портала Суперджоп. Однозначно уверены в своей интернет-зависимости 11% россиян. Еще 31% скорее уверены. Отмечу, что чаще такие симптомы находили у себя женщины. Реже остальных подвержены цифровой зависимости респонденты старше 45 лет. После возобновления авиасообщения с Турцией российские туристы стали менять путевки на отечественные курорты в пользу турецких. Пока эти случаи единичные, сфера туризма не спешит публиковать цифры, сколько людей решили сменить место отдыха. Юлия Пегушина, Любовь Ломака, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.